Доброго времени суток, дамы и господа, приветствую вас. В этом видео сегодня мы познакомимся с таким понятием, как торговля на новостях, как можно, какие методы можно применять при выходе экономических статистик различных, для того, чтобы извлечь прибыль из последующих движений рынка. В момент выхода экономических новостей, ну естественно, не каких-то нейтральных, а обладающих достаточной степенью важности, обычно брокеры расширяют спреды, ухудшается исполнение, так как очень многие трейдеры хотят открыть какие-то ордера на продажу или на покупку сразу в момент выхода или через несколько минут после объявления различных экономических статистик, то торговать рыночными ордерами вообще неразумно, неудобно, никто этим не занимается. В момент выхода новостей, в основном все стратегии торговли по новостям используют отложенные ордера. Как правило, это расстановка buy stop и sell stop, ну в расчете, что вот цена куда пойдет, отложенный ордер исполнится и вы вместе с рынком там куда-то полетите, вниз, вверх или так далее. Пытаются трейдеры отгадать также направление сразу после выхода экономических статистик, можно посмотреть какое было значение лучше прогноза, хуже прогноза, и в соответствии с этим пытаются трейдеры угадать куда же пойдет валюта, вниз или вверх. Кто-то предпочитает еще использовать какие-то трейлинги, считать каждый пункт, а потом ругаться с брокером, чему ему не засчитывают эти сделки и так далее. Мы же поступим несколько иначе. Сегодня я вас познакомлю с методикой торговли, которая основана на охоте за стопами, которую ведут большие игроки. Да, пока это упомянул, у маркетмейкеров, у дилеров, у брокеров рынка Форекс есть большое преимущество перед нами, обычными рядовыми трейдерами. Они видят уровни расстановки стоп-лоссов и очень часто открывают охоту за ними, чтобы, как говорится, выбить наш стоп и уже дальше куда-то идти вместе с ценовым движением. Ну, таким образом они зарабатывают. Деньги перетекают из одного кармана в другой. Я думаю, ни для кого не секрет, что деньги из воздуха не берутся. Если вы их зарабатываете, значит, кто-то теряет. И, соответственно, вот такую не совсем белую и пушистую игру ведут маркетмейкеры. И мы попытаемся использовать их методы в торговле на новостях. Это один из немногих моментов, когда мы можем подражать их тактике торговли, даже не видя перед глазами таблицы с уровнями стоп-лоссов других участников рынка. Торговать на новостях мы будем, естественно, не на всех, далеко не на всех. Давайте для начала, где их можно посмотреть, упомянем. На нашем сайте, tradlokopro.ru. Переходите вот по вот этой вот ссылке, которую вы видите сейчас на своем экране. И здесь расписано, где найти экономический календарь и как им пользоваться. Наиболее, на мой взгляд, удобный. Календарь от Forex Factory наиболее правильный, наиболее точный и адекватный. За день, как правило, выходит немало новостей, но большинство из них такие маловажные и на движение валют. Если влияют, то в ненажительной степени. Ну, по крайней мере, не в той, которая нам требуется для торговли по методике, с которой мы познакомимся в этом видео. Нас интересуют новости, которые влияют на валюту доллар. То есть, новости, отмеченные USD и новости, отмеченные красным цветом. То есть, новости, отмеченные красным цветом, влияющие на пару. Евро-доллар, фунт-доллар и так далее. Все пары с долларом. То есть, новости, отмеченные красным цветом и где указано, что они влияют на доллар США. Так как новости, влияя из Америки, это наиболее важный такой двигатель, который может запустить какие-то движения на рынке. Именно их мы будем использовать. Для каждой новости есть предыдущее значение, есть прогноз и то значение, которое выйдет, когда новость будет объявлена, когда та или иная статистика выйдет в свет. Как правило, каких-то существенных значительных неожиданностей не происходит. Значение актуальное соответствует приблизительно прогнозу. И в этих случаях начинается охота за стопами. Которую мы и рассмотрим. А ежели происходит какое-то значительное изменение, которое никто не ожидал, ну допустим сильно меньше прогноза или сильно больше прогноза, та или иная статистика, тогда рынок идет в соответствии с вышедшими данными. Может быть до этого немного помечится, но если допустим новости сильно плохие, то рынок все-таки упадет. А если новости сильно хорошие, причем неожиданно хорошие, то рынок с вероятностью очень большой вырастет. Мы же будем торговать тогда, когда ничего какого-то сверхнеожиданного не случилось. И маркетмейкерам не остается ничего другого, как вырезать стопы других участников рынка, ледовых трейдеров. И мы будем этим заниматься вместе с ними. После выхода новости у нас будет где-то около часа. Дальше влияние новости нивелируется и становится менее значительным. В ход вступают другие силы, тренды на часовых графиках и так далее. В общем, если наши отложенные ордера, а мы будем использовать именно отложенные ордера, не сработали в течение часа после выхода новости, то мы их просто удалим, забудем про эту новость и будем ждать следующей. Как я уже говорил, мы будем смотреть именно на новости из Америки. А вот именно торговать я вам советую на паре фунт-доллар. Почему? Так как она обладает достаточной волатильностью, то есть, как бы это сказать, прыгучестью, именно на ней удобнее всего применять тот метод, о котором я вам сейчас расскажу. Какую-то еще валютную пару использовать не стоит, потому что здесь нужна хорошая реакция, постоянное внимание при торговле на новостях и умение, готовность в любой момент закрыть позиции, выйти из игры и вообще быть готовым ко всему. Никакие индикаторы, естественно, использоваться не будут. Тут график для торговли, ну, мне кажется, удобнее всего пятиминутный, так как здесь очень удобно смотреть предыдущие минимумы и максимумы локальные, и в то же время мы держим руку на пульсе рынка и готовы к любым переменам в его настроении. Для торговли непосредственно будут использоваться отложенные ордера, buy limit, sell limit. Если вы не знакомы с понятием торговли отложенными ордерами, обязательно посмотрите отдельное видео, которое я не так давно сделал по этой теме. Найти его вы можете по ссылке, которую вы сейчас видите на своем экране. На основании чего мы будем торговать? Ну, вот смотрите, выходит какая-то новость или иная статистика, вот допустим, четверг, первое марта, в 19.00 по московскому времени, тут была речь Бернанки и АСМ, Мануфактулин Инга Индекс. Вот честно, я толком не знаю, что это за индекс, что-то связанное с занятостью менеджеров на заводах. Нас это вообще мало волнует. Нас волнует то, что новость отмечена красным, то есть она важная, и эта новость влияет на доллар США, что нам и требуется. Вот вышла эта статистика по занятости менеджеров. Предыдущее значение было 54.1, прогноз 54.6, оказалось хуже прогноза 52.4. Ну, каких-то сильных отличий, вроде там, если бы было бы 70 или там 40, тогда да, вот сильное несоответствие прогнозу. А так, ну вот, ошиблись они на 2 единицы, да и черт с ним. Маркетмейкеры смотрят на то, что новость не сильно отличалась от ожиданий, и, соответственно, начинается охота за стопами. Вот эта новость вышла, вот красным отмечена свеча, за 5 минут до новости. Следующая свеча только открылась, и сразу же это момент выхода новостей. То есть 18.00 по времени брокера, и 19.00 по московскому времени. Итак, маркетмейкеры увидели, что каких-то катастрофических отличий от прогноза нет, и начинают охоту за стопами. Они смотрят на то, что было до новости. Вот у нас рынок двигался как-то вверх, с прерывами, но в целом вверх. Рынок рос. Маркетмейкеры смотрят на то, что происходило до выхода новости, и они видят вот локальные максимумы и минимумы на графике. Давайте их отметим. Вот здесь, вот здесь, и внизу, вот здесь. Это приблизительные уровни расстановки стоп в других участниках рынка. Это очевидные уровни, на них большинство расставляет свои стоп-лоссы. И также стоп-приказы для входа в рынок. Ну, то есть, если рынок движется, двинется выше вот этого уровня или выше вот этого, сработают приказы buy-stop. А у кого-то, у кого были позиции на продажу, сработает стоп-лосс. Ну, в любом случае, маркетмейкерам интересно вот эти самые ордера задеть, чтобы они сработали. Ну, а они, соответственно, потом захотят срубить с них прибыль. То есть, после выхода новостей, маркетмейкерам нужно активировать приказы buy-stop или sell-stop, чтобы у других участников рынка открылись позиции на продажу или на покупку, а потом выбить их не из стоп-лоссы и прибыль положить себе в карман. Ну, а после этого рынок, скорее всего, продолжит тренд, который был раньше, и будет жить дальше своей жизнью. Что мы видим? Вот вышла новость. Маркетмейкеры запульнули сразу же цену повыше, активировали приказы buy-stop других участников рынка, которые они разместили примерно вот здесь, и рынок полетел, естественно, против них. Через некоторое время рынок вновь вернулся к этому же уровню. Активировались buy-stop тех, кто остался в прошлый раз в стороне, так как чуть-чуть повыше ушли. Ну, там, может быть, один-два пункта до активации приказов на покупку не хватило некоторым. Но в этот раз они все благополучно активировались, и дальше маркетмейкеры вновь двинули рынок вниз, чтобы выбить тех, у кого были небольшие стоп-лоссы, и заработать себе приятную прибыль. Вполне могло быть, что после выхода новости рынок двинулся бы резко вниз, активировали бы приказы на продажу на вот этом вот отмеченном нами уровне, а затем запульнули бы рынок вверх, чтобы выбить стоп-лоссы. Тут на самом деле разницы нет, какое будет настроение у маркетмейкеров мы не знаем, поэтому мы просто расставим несколько ордеров buy-limit и sell-limit на вот этих вот самых уровнях предыдущих локальных максимумов и минимумов, чтобы вместе с ними войти, когда активируются приказы buy-stop-sell-stop других участников рынка, ну а потом мы же вместе с маркетмейкерами выбьем их стопы и заработаем себе неплохую прибыль. А теперь давайте, собственно, перейдем к практической части торговли по этому методу. Итак, за 5 минут до выхода новости, да, естественно, вначале мы находим, новость, как правило, выходят они вечером, с 5 часов вечера до 9 часов вечера по московскому времени приблизительно. Выходят, ну, смотря какая новость, смотря какое время, по-разному, смотрите все в экономическом календаре. Вот мы видим, в 19.00 по московскому времени у нас выходит вот этот самый треклятый индекс занятости менеджеров. Окей, за где-то 10 минут до выхода новости мы открываем наш график, это было где-то за 2 свечи, вот здесь примерно, и смотрим на предыдущие минимумы максимумы, локальные. Вот мы видим вот тут яркий локальный максимум, вот тут локальный максимум и вот тут локальный минимум. Ну, можно еще вот этот локальный минимум взять для коллекции, скажем так. И на вот этих уровнях мы будем расставлять наши отложенные ордера. За 10 минут до выхода новости мы расставляем ордер sell limit на вот этот вот уровень и на тот, который повыше, и buy limit на нижний уровень и на тот, который еще чуть ниже. Таким образом, у нас вот будет в данном случае 4 ордера. 2 sell limit выше текущего значения цены и 2 buy limit. То есть, когда цена опустится до уровня наших ордеров, если опустится, то мы автоматически закупимся, а когда цена, если цена поднимется до наших отмеченных уровней, до наших ордеров sell limit, то мы автоматически продадим. То есть, мы будем торговать против движения рынка. Это именно такая тактика, именно на новостях, именно вот подходящие для вышеописанных условий. Стоп-лосс приблизительно пунктов 30 должно хватить. Лучше поставить 35-40 на всякий пожарный. Мы будем постоянно следить за графиком. Это на случай форс-мажора стоп-лосс больше выставляется. А цик-профит советую не жадничать и выставить пунктов 15, может быть даже 14-13 для пары фунт-доллар. Такой цик-профит, как правило, всегда срабатывает по вот этой вот методике. Так как мы не знаем, какая моча удалит голову маркет-мейкерам, что там они как перечитают, пересчитают данные, куда дальше двинут рынок. А вот примерно 15 фунтов прибыли нам забрать, как правило, дают. Так, за 10 минут до выхода новости мы расставили ордера BALIMIT и SELL LIMIT на предыдущие локальные максимумы и минимумы. Это своего рода очевидные уровни расстановки стоп-лоссов и стоп-приказов на покупку-продажу других участников рынка. И ждем выхода новости. В момент выхода статистики, вот на форк-факторе, как правило, появляется значок обновить, чтобы в самые первые секунды получить значение. Если мы не видим каких-то катастрофических, прям очень сильных отличий от прогноза, то все спокойно продолжаем торговать. Ну а если какое-то очень сильное отличие от прогноза, то тогда лучше закрыть положенные ордера. Даже если они уже какой-то ордер сработал, закройте этот минус пару пунктов, черт с ним. Просто это не та ситуация, значит, в которой можно торговать. Ну а ежели каких-то значительных отличий от прогнозов по выходу этой статистики нет, то оставляем наши отложки и ждем, что будет дальше. Итак, ну вот, допустим, наш этот индекс менеджеров вышел. Каких-то сильных очень отличий от прогноза нет. Замечательно, отложки наши остались. Сейчас напоминаю, что у нас на верхних уровнях ордера sell limit, ордера на продажу отложенные, и на нижних buy limit ордера на покупку отложенные. Вот в первые секунды рынок пошел. Если вдруг вы там чуть-чуть выше поставили ордер и не дотянуло на него пункт 2, шут с ним, он не активировался. Ну, допустим, не дотянуло. Ждем, значит, следующего раунда. Вот у нас рынок вновь вернулся и активировал наш ордер. Прошел чуть-чуть против нас пунктов 5, а дальше двинулся вниз в нашем направлении. Напоминаю, что на этом уровне у нас стоял ордер sell limit на продажу. И мы видим, что рынок примерно около 19 пунктов после активации ордера прошел в нашу сторону, и цик-профит 15 пунктов благополучно бы сработал. К этому времени уже прошло с момента выхода новости больше часа. Все, удаляем все наши отложки. Занимаемся какими-то другими делами, торгуем как-то еще. В общем, эту тактику уже применять после часа выхода новостей поздно. Мы просто удаляем отложенные ордера и ждем следующей какой-то статистики. На другой день уже, скорее всего. Еще несколько последних примеров. Я их отмечал на графике. Вот у нас 29 февраля. Что тут было? В 19.00 вышли замечания Бернанке. Была его речь. Если кто помнит, после его речи очень сильно золото обвалилось. Давайте посмотрим, что же было бы с нашей тактикой охоты за топ-лоссами в момент выхода его речи. На речах, так же как и на каких-то статистиках, можно вполне торговать. Мы не знаем, кто там что ляпнет, но охота за стопами всегда присутствует. Поэтому, если какая-то речь, отмеченная красным, и влияет на доллар США, то по ней вполне можно торговать по этому методу. Так, вот у нас 19.00 по Москве. Это 18.00 было по времени сервера брокера. Я разбираю все в терминале Метатрейдер 4 брокера Альпали. У них время отстает от московского на 1 час. Поэтому, соответственно, в терминале это у нас 18.00 выход вот этой вот самой новости. Красной вертикальной чертой отмечена свеча за 5 минут до выхода новости. За 10 минут я рекомендую выставлять все отложки. То есть, где-то вот на этой вот свече мы бы осмотрели, что у нас происходит на рынке. Вот за 10 минут до выхода новости мы смотрим и видим, что же у нас есть. У нас есть очевидный локальный максимум вот здесь. Соответственно, давайте отмечем горизонтальные линии, где мы выставим отложку на продажу. У нас есть очевидный локальный минимум вот здесь. Его много раз цена долбила. Нас интересуют именно последние локальные максимумы минимумы, то есть на которые смотрит большинство. Конечно, то, что там было дальше когда-то, нас мало интересует. Это не горизонтальные уровни, это именно локальные максимумы и минимумы, которые используются для остановки стопов большинством. Вот мы их отметили. И что же мы видим? Вот мы здесь их, в данном случае, очевидных таких уровней немножко. Два. Можно еще было вот этот отметить, но я бы не стал, так как он здесь не совсем четко выделяется на графике. Ну, давайте все-таки отметим. Цена у нас сейчас где-то вот здесь не совсем удобна. Ордер, бойлимит нам бы не дали выставить. Поэтому мы бы его выставили позже, так как за 5 минут до выхода новости тут был сильный рост. Ну, ладно, давайте это уже детали, технические моменты. Давайте все-таки решим, что мы выставили. Ордер, бойлимит внизу, один. И два ордера, силлимит вверху. За 10 минут до выхода новости. Ну, или за 5, как в данном случае. Что мы видим? Новость выходит. У нас автоматически активируется приказ селлимит. Цена какое-то время идет против нас, чуть-чуть на 10 пунктов. А затем разворачивается и падает вниз. И весьма чувствительно. Как мы видим, здесь у нас сработал и тег профит явно. Причем несколько раз даже мог сработать. И мы в прибыли, мы в шоколаде. На этом уровне локального максимума ближайшего мы продали. И маркет-мейкеры нам помогли взять прибыль. Далее, что с ценой происходит? Мы видим, что час после новости еще не прошел. Удалять положенные ордера еще рановато. Цена движется ко второму отмеченному нашему уровню. И активирует, если вы еще к этому времени его не удалили, приказ селлимит. У нас на продажу приказ активирован. И цена разворачивается. И вновь дает нам возможность получить прибыль. Все. После этого тут уже прошло больше часа. И я бы советовал закрывать ордера. И хотя еще один раз устроили охоту за стопами небольшую маркет-мейкеры. Но это было слишком поздно. Больше часа ждать после выхода новости уже это ни к чему. И как только прошел час, все отложенные ордера стоит удалить. Если бы вы... Да, рассмотрим. Вот у нас здесь такая хорошая ситуация. Когда рынок очень сильно двинулся за 5 минут до выхода новости. Такое происходит не часто. Но иногда случается. И выставленные за 10 минут отложенные ордера могут активироваться чуть раньше. Ну вот этот вот наш второй ордер мог активироваться раньше. За 5 минут до выхода новости. Ну допустим, если бы он активировался. Посмотрим, насколько цена уходила в минус. На 36 пунктов. Если бы стоп-лосс был у вас 40 пунктов, как я и советую. То ничего бы не случилось. Вы бы в итоге все равно взяли по этому ордеру. И по этому, и по этому привод. Все равно торговля на новостях непростое дело. Очень непростое. Тут, как я уже говорил, нужна готовность ко всему. Внимание, сосредоточенность и быстрая реакция. Поэтому демо и только демо. Вначале тренируйтесь, прежде чем переходить на реальный счет. По этой методике. По торговле на новостях. Еще один пример. 28 февраля. Здесь у нас в 19 часов по Москве вышел индекс покупательской уверенности. И он был значительно лучше прогноза. Прогнозировали 63, а он стал 70. Ну где-то процент на 15 лучше, чем ожидали. И, соответственно, рынок после выхода этой статистики двинулся вверх. В соответствии с вышедшей новостью. И охоты за стопами не было. Охота за стопами, как я уже говорил, происходит тогда, когда нету каких-то неожиданностей. И маркетмейкерам просто скучно. И они устраивают вот такую резню. Что у нас здесь произошло? Давайте вот за 10 минут до выхода новости. Мы еще не знали, что там будет. И вот, естественно, мы смотрим на наш график. И отмечаем, как обычно, локальные максимумы, минимумы, ближайшие. У нас локальный минимум здесь. Локальный максимум здесь. Здесь и здесь. Ну, допустим, вы расставили три приказа. Вышла статистика. Активировался наш селлимит. До цена 5 минут где-то стояла на месте примерно. У вас было достаточно времени посмотреть, что очень позитивные данные. Сильно отличаются от прогноза. И ордер лучше удалить. Вы бы закрылись с небольшой потерей. Тут где-то пункта 3, 4, 5. Ну и шут с ним. Это плата за возможность взятия прибыли в других случаях. И, естественно, стоит удалить все отложенные ордера, которые вы расставили ранее. То есть, когда вышедшие данные сильно лучше или сильно хуже ожиданий, которые возлагал рынок, то мы в таких ситуациях выходим и ждем следующей возможности торговать по этому методу охоты за стопами. Как правило, происходят и неожиданности, приятные или не очень, с выходом неожиданных данных. Не часто, но иногда происходят, поэтому к этому нужно быть готовым. Ну и последний пример. Давайте рассмотрим уже до кучи. 27 февраля. Опять же, это был понедельник. Вот у нас данные о продажах домов в США. 19.00 по московскому времени выходили. Вот здесь был прогноз 1,1%. Оказалось 2%. Ну ничего такого, каких-то сверхотличий нет на меньше, чем на процент. За 10 минут до выхода новости. Это вот здесь мы отмечаем уровни локальных максимумов минимумов. Это раз. Два. Ну вот это незначительно. За 5 минут до выхода новости они бы просто не успели бы расставить стоп-лоссы, стоп-риказы на вот этом вот хвостатом пинбале. Поэтому вот этот вот уровень все-таки отмечать не стоит. Отметили уровень повыше вот этот верхний. Отметили уровень вот этот вот, хорошенький локальный минимум в виде пинбара. Хвосты лучше обрезать у свечей, потому что многие индикаторы основаны на точках открытия-закрытия. То есть хвосты не принимать его внимание при разметке уровней. Отметили вот этот уровень и еще у нас выделяющийся вот локальный минимум вот здесь. За 10 минут до выхода новости. Дальше новость выходит вот на вот этой свече. И тут, что мы видим? Пошла цена вниз. Активировала наш приказ Buy Limit. Мы закупились. И дальше двинулась вверх. И активировала наш приказ Sell Limit. Вот здесь такая интересная ситуация. Когда активировался еще один ордер, а у вас уже открыт какой-то ордер, который был противоположный, то противоположный ордер лучше закрыт. Так как маркетмейкеры активировали стоп-приказы противоположно настроенные стороны рынка. И какие стопы они начнут вылезать первыми, мы не знаем. Поэтому вот у нас в данном случае активировался приказ на покупку. Дальше рынок двинулся выше. Активировался сигнал наш ордер на продажу. После того, как активировался ордер на продажу, закрываем наш приказ на покупку. Он там уже в какой-то прибыли был. Но тут 15 пунктов слегка не дотягивало. Вот мы его закрываем, потому что мы не знаем, какие именно стопы первыми захотят выбить маркетмейкеры. И остаемся в продажах. Дальше цена идет вниз. Наши продажи благополучно закрываются в прибыли. И к этому времени прошло уже больше часа. Мы удаляем все оставшиеся отложки, если они были. Вот вверху отложка оставалась. И благополучно идем пить чай с пленниками. Спасибо за внимание.